а здрасте всем друзья привет уленьки добро пожаловать в двадцать вторую ферму и сегодня мы посмотрим на относительно новую карту которая называется соседний регион это новая карта от разработчиков такой нетленки для 17 фермы как свопа агро но и для 19 фермы неплохая карта была просто сама игра хуже чем 17 было но это ладно давайте в общем то друзья посмотрим оценим что за карта что здесь есть и вообще стоит ли на ней играть и тратить свое время для начала конечно же посмотрим карту на карте как бы это странно не звучало есть 31 поле относительно большие поля здесь самое маленькое насколько я вижу по таблице 22 опять с половиной гектаров а вот она прям малюсенькая и даже она скажем так не самая маленькая если так вот посмотреть пробежаться по нему то в принципе тут можно что-то вырастить но самое большое это поле 28 29 тоже вот большое эти поля уже реально здоровая бежать не перебежать то 29 мы прошлись и 28 вообще простирается куда-то вдаль и не видно ни конца ни края поэтому в общем-то любителям больших полей все это дело понравится до их размера 52 с половиной и 44 с половиной гектара отлично я люблю большие поля вообще на хорошей карте должны быть и большие и маленькие если уж на то пошло до карта сама большая размер 4 на 4 то есть стандартная модовская карта также как и свапа она сделана в русском стиле однако без вот этой вот всякой вот ржавой херни которая разбросана везде и мешает жить ну правда опять таки это мое личное мнение мне это мешает мне это не нравится поэтому это откровенный плюс вот серьезно вот кто так паркует велосипеды но разумеется здесь будет много отсылок на свапу а также здесь вы найдете некоторые объекты с той карты знакомое здание знакомое еще что-нибудь но раз знаете разработчики одни и те же мне кажется это вполне себе нормально да друзья это первая версия карты она еще будет обновляться если здесь будут находиться какие-то косяки они тоже будут исправляться без этого никуда так что в общем-то все стандартно также друзья в отличие от свапы эта карта очень рельефная и как мне сказал разработчик на каждое производство ведут две дороги одна дорога как вы видите очень рельефная это короткая дорога здесь скажем так маломощная техника будет испытывать некоторые трудности поэтому имеет смысл затариваться чем-нибудь помощнее если же вы не хотите этого делать у вас много свободного времени то в объезд всегда можно найти более прямую дорогу которая которая приведет вас к тому или иному производству без всяких проблем также друзья по сравнению с дефолтом здесь изменены стадии роста растений для игры без сезонов насколько я понял здесь все созревает одинаково по три дня они по 7 дней по 9 дней как это сделано в дефолте и это в общем-то хорошо для меня это лично огромный плюс далее друзья на карте есть еще возможность выставлять любые российские белорусские казахстанские и украинские номера можете какой угодно регион сюда поставить можете вообще все что угодно здесь сделать только насколько я понимаю можно писать только латинскими буквами хотя с другой стороны в беларуси например номера пишутся только латинскими буквами то есть у нас используются только буквы которые есть и в кириллице и в латинице то есть abc и и да у нас белорусская такая вот и hk и мы так далее в общем то вы поняли в россии насколько я знаю может использоваться и буква и но это ладно это не важно короче говоря если хотите упороться то номера вашего региона здесь без проблем станут да кстати не сказал о том же о чем должен был сказать в начале есть здесь дополнительные культуры лук морковь гречиха горчица лена брикос черешня хмель и лаванда и соответственно в магазине есть техника для карты которые сделаны для уборки этих самых дополнительных культур то есть для хмеля черешни абрикосов сделаны на основе оливковых и виноградных вот этих вот сборщиков корнеплоды понятное дело корнеплоды раз уж мы зашли в магазин с техникой то по старинке есть прицепчики окрашенные в специальные цвета для перевозки тех или иных дополнительных грузов с нефть солярка мазут и так далее также на этой карте есть друзья вот такие вот ровные полянки полностью выровненные на которых вы можете построить то ли базу то ли разместить какие-либо производства которые идут на ферме placeable если посмотреть карту то таких площадок в принципе несколько есть и одна есть и вот вторая есть вот третья на которой мы находимся 4 площадки всего таких или если вы играете в мультиплеере друг против друга грубо говоря от можете разные базы там построить и в общем то есть возможность и хорошо но и друзья перейдем к самому интересному это производственные цепочки на карте есть свои производства и в общем-то свапа этим и затягивала именно вот цепочками длинными непростыми и интересными а здесь я думаю будет примерно то же самое значится из того что доступно на данный момент есть угольная шахта есть завод химпром насколько я понимаю там делаются семена давайте в общем то ладно чё смотри давайте все посетим все посмотрим начнем друзья с угольной шахты ее в принципе можно и купить давайте купим 500000 она стоит у меня денег нихрена нету и я забыл подключить мод черт вот совсем другое дело есть миллиончик и соответственно моего тратим 500000 стоит угольная шахта и это самая угольная шахта просто добывает уголь да раз уж вы увидели электричество обеды рассказываю что это такое во первых все абсолютно производства которые идут на карте потребляют электричество это самое электричество можно добыть например на биогазовом заводе а также если произвел плейс и был производства промотать это дальше здесь мы увидим т с мощностью 500 киловатт час она идет на соломе насколько я понимаю метане соляра уголь и щипает а тут находится пять линий которые вырабатывают по 100 киловатт каждая в общем то на тех самых площадочках и можете разместить это самое производство или вообще в любом месте которое вам понравится и давайте найдем какое-нибудь место чтобы было хорошо видно потому что рельеф здесь будем считать что вот нормально можно увидеть оценить как это все выглядит так вот есть маленькая т.с. есть чуть побольше мощностью 1 мегаватт здесь уже четыре линии которые работают на угле метане мазуте или дизеле но они мощнее они вырабатывают уже по 250 киловатт каждая есть совсем большая такая электростанция которая стоит два с половиной миллиона здесь всего две линии уголь и мазут но каждая из них по два с половиной мегаватта электричество вам выдает также дополнительных производствах здесь еще есть столярка производится поддоны а поддоны это наше все дефолтное производство как вы понимаете не требует электричества но я не знаю кто будет их ставить я лично не буду так вот электричество разобрались мы как это добывать чтобы это все работало теперь разберемся с обедами есть тут такое производство называется она столовая стоит она 300 тысяч мы его покупаем и смотрим какие здесь нужны ингредиенты здесь нужны все эти ингредиенты молоко картофель лук морковь гречиха горчица яйца вода все это выращивается на полях поэтому но кроме яйца воды и молока черт ну короче все это можно добыть стандартными средствами и на выходе вы получите обеды если отвести обед например на угольную шахту потребление идет очень маленькая так вот если отвести эти обеды на угольную шахту то производство угля вырастет в два раза поэтому в общем то имеет смысл этим всем заняться и да друзья раз уж мы заговорили о производствах еще пару фишек первое имеется возможность все ресурсы закупать можно купить электричество можно купить обеды охренеть сколько их сюда влазит но друзья стоимость закупки таких ресурсов в 15-20 раз выше чем продажная во вторых продавать вот это вот все дело исходящую продукцию с помощью вот этих вот режимов тоже можно без проблем но стоить это будет на 20-30 процентов дешевле чем опять-таки продажная цена также друзья есть такой момент что при распределении продуктов например на электростанцию мы включим распределение угля часть этой самой продукции будет вороваться вороться примерно 20-30 процентов поэтому сами понимаете выгоднее здесь все развести самому ну и вроде как все рассказал давайте друзья уже быстро чтобы не затягивать просто пробежимся по производствам что здесь есть что она добывает и в принципе у вас уже будет возможность тогда самим лично посмотреть как это выглядит будет какой-то интерес так вот угольная шахта добывает уголь тут все понятно химпром производит краски и мешки следующих обновлениях обещают там еще продуктов добавить на химпром далее вот здесь вот находится рекламное агентство по сути дела это точка продажи офисной бумаги и краски просто это будет постепенный доход рядом же находится сельхозхимия как и на свапе это производство семян и удобрений на хлебокомбинате разумеется производится хлеб это логично далее мельница производство муки на ткацкой фабрике у нас производятся различные ткани льняная шерстяная далее нпз у нас перерабатывает нефть есть также сахарный комбинат логично что здесь производится сахар молокозавод разумеется производится всякие молочные продукты там масло сгущенка йогурт потом еще чинь добавит есть также нефтяные вышки где это самая нефть добывается стоит подло дорого кстати сразу говорю сепаратор как и на свапе зерно сначала очищаем и уже очищенное перевозим очищенное перерабатываем на мельнице бумажная фабрика здесь есть тут соответственно производится картон для всяких упаковок а также это самая офисная бумага для рекламного агентства столовая но мы ее уже посмотрели ну и в углу находится еще переработка мусора каждое производство друзья у нас еще в исходящей продукции имеет мусор который нужно вывозить на эту самую мусорную фабрику точнее фабрику по переработке мусора разработчики обещают что на этой карте в итоге будет 14 больших производственных цепочек и около 70 производств а также говорят что не надо будет начинать с обновлением новую игру поэтому как-то вот так вот все много где будут вам здесь встречаться вот такие вот стройплощадки это соответственно эти самые производства которые обещают они уже строятся и скоро здесь все будет классно на этом друзья этот обзорчик наверное закончу я думаю что это как раз на данный момент вот первый кандидат на то чтобы попробовать здесь поиграть карьерку не знаю что когда и как и посмотрим на ваши комментарии да на этом друзья у меня все спонсором на бусте огромнейшее спасибо за поддержку огромнейшее спасибо всем за просмотр миша спасибо за карту лайки комментарии в общем то все как обычно с вами был никита дела и всем пока ах да ссылочка на карту в описании